Купание в водоёмах, мороженое, литры воды и леденящий воздух кондиционера – это основные способы, которыми харьковчане спасаются от палящего летнего солнца. Кондиционер на 14 градусов. Противно, неприятно, но что делать? Пусть лучше так, чем дожди. Сейчас направляемся в парк на аттракционы. Может, там хоть с ветерком прокатимся и немножко остудимся. В жаркую погоду врачи советуют проводить меньше времени на солнце, особенно около полудня. А если потребность выйти на улицу неотложно, обязательно запастись водой и головным убором. Надевать следует свободную одежду из натуральных материалов, чтобы обезопасить себя от теплового удара. В Центре экстренной медицинской помощи говорят, в связи с жарой количество вызовов по области резко возросло. «Если в течение определенного периода летом у нас в сутки 1700-1800 вызовов в сутки по области, то сейчас в жаркое время года количество вызовов выросло за 2000». Также врачи рекомендуют пить не меньше, чем полтора литра воды в день. А температура в помещении должна быть не ниже, чем 24 градуса. За прохладу от кондиционера можно заплатить простудой и даже воспалением лёгких. Также следует не забывать регулярно чистить фильтры охлаждающего прибора. Не реже, чем раз в год. «Собирается пыль, собирается инфекция. И действительно, вот эта совокупность инфекции, она довольно потом проблематична и при лечении». Помимо кондиционера, самым популярным и действенным способом охладиться в жару остаются водные процедуры. Сегодня столбик термометра поднялся до отметки плюс 38. Тем временем, как часть горожан спасаются от жары за чертой города, в Саржином Яру сегодня настоящий пляжный бум. Количество людей на источнике с приходом жары заметно выросло. Люди приходят, чтобы позагорать, освежиться и набрать воды. «Пью раза в три больше воды, чем зимой. Обычно я пью норму где-то полтора-два литра, а летом 6-8, это стабильно. Лето выдалось очень жаркое, 31, на солнышке под 50, солнечный удар уже получил один, было весело». «Там вода плюс 8 градусов, я тут ныряю прямо с головой. Очень классно». «Вот купили, купаемся в воде». «Водей в купели». «Синоптики говорят, температура в этом году превышает норму на 7 градусов. Жара аномальная, но не рекордная. Самый высокий показатель был зафиксирован в августе 2010-го. Тогда температура достигла 40 градусов. Метеорологи прогнозируют, нынешняя жара в регионе продержится до середины августа, а небольшой дождь может пройти лишь через неделю». «Будет поступать все новые и новые порции теплой воздушной массы. И поэтому воздух будет оставаться довольно-таки теплым. 7-8 числа будет ослабление жары до 29-34 градусов в днём. А вот 9-10 мы ожидаем новую порцию жары, более горячий воздух нам поступит». В связи с жарой в регионе также увеличилось количество пожаров. За эту неделю в Харькове и области произошло две сотни возгораний на открытых территориях. Службе спасения призывают не провоцировать пожары, а при их возникновении сообщать по номеру 101. Тамара Данилова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».